Сегодня понедельник, но на вкус его там нет, конечно. И я бы за него отдала. Ну, за ВДВ. Сивуха какая-то, вот не знаю. Привет, друзья, вы на канале Русская Дымка, меня зовут Владислав Кислицин. И я хочу сегодня провести небольшую дегустацию, сыграть небольшую игру с нашими коллегами. У меня тут на столе три образца, если так можно выразиться, виски. Это образец первой, мой виски, который я довольно давно делал, где-то прошлой зимой. И, соответственно, около девяти месяцев он прожил у меня в бочке. Это недорогой виски из магазина. Это обычный ректификат, в который была применена вот такая вот эссенция. Эссенция Престиж, Регенс Виски Эссенс Скотч. Эссенции быстрого приготовления напитков продаются у нас в магазине. Кто-то их очень любит покупать, употреблять, ну, потому что это быстро и удобно. И замысел у меня сегодня какой. Хочу дать попробовать людям вслепую каждый из этих трех напитков на аромат, на вкус, на послевкусие, баланс. Но у нас не профессиональные дегустаторы, поэтому они просто будут говорить о себе, свои впечатления. Ну и в конце послушаем, посмотрим, сделаем какие-то выводы, кому что понравится. Итак, запоминаем. Здесь у нас виски из бочки, здесь у нас виски из магазина, здесь у нас виски с эссенцией. И вот в таком порядке они будут. Ну что, давайте я приглашу первого дегустатора. Ну, вот наш первый дегустатор. Да. Представься. Меня зовут Роман, меня сюда пригласили как самого неопытного в плане алкоголя. Очень убедительно звучит. Да, да, да. Но, вместе с тем, если опыт и есть, хоть он и невелик, но он достаточно на хорошем алкоголе. Поэтому сейчас будем пробовать и проверять. В общем, здесь три напитка, каждый из них претендует на то, чтобы быть где-то виски. Попробуй каждый на запах, попробуй каждый на вкус, расскажи свои впечатления. Так, я понял. Отлично. Ну, пойдем справа налево. Мне можно сначала все попробовать, а потом отклик обратный образ создать. Можно. Как удобно. Отлично. Только не покинь нас в процессе. Вот я хотел сказать, что коронить лево, зайдет уже очень хорошо, весело, эмоционально. Ну, за ВДВ. Ну, вот этот край слева напиток зашел мне, во всяком случае, мягче. Вот край, крайне по бокам мягче всего пошло. Вот этот чуть пожестче показался. Вот. Ну, если бы я себе покупал, я бы, наверное, вот этот вот выбрал. Могу ошибиться. Ну, выбрал бы вот этот, он помягче пошел, в нем, как это, а термин такой слышал, спиртуозность. Вот. В общем, вот этот вот, мой выбор этот был бы. Этот меньше понравился, а тут бы я поставил на втором месте, это, наверное, третье место бы поставил. Вот. У меня такое ощущение, что ты разбираешься в виске. У меня сейчас такое же ощущение, если я еще раз попробую, я еще больше буду в виске разбираться. Вот. Поэтому, ну, и запах у него самый приятный. Я что-то первый раз сразу рванулся, ориентировался на вкус. Да, вот я за вот этот. То есть, вот этот бы я поставил как самый дорогой напиток, ну, потому что он реально самый приятный. То есть, из того алкоголя, что я пробовал, он наиболее близок к дорогим напиткам, качественным. Вот. Вот этот, соответственно, ну, такое ощущение, что максимум рублей, там, 500 может быть стоит, а это, это я не знаю. Ну, значит, по порядку. Это спирт-ректификат с эссенцией из маленькой стеклянной бутылочки. Да, вот из этой вот бутылочки это простой спирт-ректификат, ну, хороший спирт-ректификат. Это недорогой виски из магазина, и это виски вон из той бочечки. Ну, то есть, прям уже настоящий, собственно говоря, поэтому все логично. Здесь и вкус, соответственно, спирт-ректификат более ярко выраженный, да. Здесь виски хоть из магазина, но у него же тоже вкус виски должен быть. Ну, и наш правильный выбор. Представься, пожалуйста, а то, наверное, зрители тебя не знают. Всем привет, меня зовут Артем, сегодня понедельник. Сегодня понедельник, пол-11 утра. В общем, три образца виски. На запах, на вкус, на ощущение, что бы ты сам себе купил или захотел приготовить. Без подвоха. Без подвоха. Без подвоха. Я серьезно ничего не знаю, это покупное или твое? Это в перемешку. Это в перемешку. Тут три образца виски различного происхождения. Соответственно, надо о каждом объективно высказаться. Но я-то знаю. Ну, короче, я-то какой-то мутный, сразу говорю. Что-то здесь мутное какое-то дело. Вот эти два прямо чистенькие, какие-то кристальные. Вот, не знаю, мне кажется, даже они как будто бы одинаковые. Но это только на вид. Начну с мутного. Нет, вот это точно самодельный. Дальше. Это точно самодельный. Подождем. Вот это, похоже, тоже самодельный. Вот это, похоже, покупное. Ну, попробуй, что ли, для приличия. Нет, начнем с мутного. Начнем с мутного. А то как-то все по запаху, правильно говорить, прямо это. Нет, это 100% самодельный. Эксперт. С этим я определился. Это получается самодельный, 100%. Только что он такой мутный, непонятно. Ну, в общем, нормуль. Это вот что-то такое, вообще не очень. Сейчас по запаху мне неправильно сильно нравится. Мне это вообще не нравится. Но вкус, на вкус вообще нет. Какие еще органолептические свойства дораскать? Грепенькие. Виски дегустируют по четырем параметрам. Давай, вот. Аромат, вкус, послевкусие и баланс. За баланс вообще ничего не могу сказать. Не понимаю. Это насколько аромат и вкус соответствуют друг другу? Послевкусие вообще не очень. Очень горько какое-то. Нет, ну, запах... Сивуха какая-то, вот не знаю. Не. Что-то мне вообще-то не нравится. А те, что такого фруктового, это как будто бы даже присутствует, не знаю. Это может быть... А, виски у нас солодовые, правильно? А если мы делаем из какого-то сырья, потому что растительного просверления, типа виноград, там еще там чего-нибудь. Это бренди. Ну, это бренди будет. Нет, тут нет. Нет бренди. Тут прям... Но виски может пахнуть. Какими-то цветочками, что ли, какими-то. Виски может давать запах фруктов, цветов. Что-то вот здесь такое вот. По запаху приятно. Что-то фруктовое. Цветочное, наверное, даже. Ой, сладенькое. Ой, сладенькое. Слушайте, вот это нравится. Вот смотрите, давайте. Это вот покупное. Не мастер по виске. Пьется очень вкусно. Ну, я бы вот так. Ну, вот правильно оценивать. Порядка пару тысяч, наверное, бы за это бы. Да, за бутылку 0,7. Будем в 0,7 в бутылках оценивать. Это вообще не знаю, что тут. Вроде кажется, что это свое. Но у меня все-таки кажется, что это больше покупное, потому что какое-то оно больно прозрачное. Гублей 500, не знаю, от силы вообще больше бы не дал бы за это. А вот это свое, доброе. Вот здесь дуб, прямо вот когда на дубовой щепе, да, на дубовых кубиках настаиваешь, аромат абсолютно другой. И его крайне сложно с чем-то перепутать. Поэтому этот напиток бесценен. Ну что, раскрываем карты. Давай. Это действительно виски из бочки. Ну вот после бочки неплохо делать холодную фильтрацию. Я ее не делал, поэтому, да, что-то он немножко подкрасился. Может быть, есть смысл сделать. Это недорогой виски из магазина. Да. А это спирт-ратификат с вискарной эссенцией. С вискарной эссенцией? Да, из вот такой вот бутылочки. Блин, ну эссенция, значит, все это. Как стало вискарный дистиллят? Вискарная эссенция. Нет, а основа это что? Ректификат. Обычный сахарный ректификат. Блин, вот эта эссенция прямо сбила с толку. Слушайте, может, в магазинский что-то и добавляют в какую-то эссенцию. Пахнет вкусно, действительно. Пахнет вкусно цветочками какими-то. Игру на вкус, вот сладость такая присутствует. Она приятно обволакивает. Все, а вот это пить даже больше не буду. То есть, два из трех, грубо говоря, угадал, да? Ну, да. Ну что, сеанс неописуемой красоты на нашей эгустации. Девчонки, представьтесь. Меня зовут Даша. Евгения. Менеджер отдела контроля качества. Проверим, что у нас от Влад приготовил. Да, господа, когда вы общаетесь с отделом контроля качества, вы знаете теперь, с кем вы общаетесь. Так что, начинайте с чего-нибудь, но потом расскажу. Что-то я тогда начнем. Давай, Влад не пожалел. Это не я. Обязательно все? Так. Не обязательно все. Запах очень резкий, но натуральный. Не знаю, почему мне так показалось, но он более-менее, кажется, натуральный. По цвету тоже вроде как натуральный. Ну, темный, такой мутноватый, мне кажется. Приятный вкус. Ну да, мне кажется, такой, какой должен быть. Более-менее. Очень терпкий, посовкусие такое долгое. Теплое. И теплое, да. Ну вот, я никого больше об этом не спрашивал, но вы, девчонки, я вас спрошу. Вот прямо так или с соком? Нет, виски надо пить, да, ничем. Не запивая, не закусывая, нужно прочувствовать. У нас продвинутые леди. Давайте следующую партию. Какие закуски, да? Ну, тут менее выраженный запах. И цвет не такой насыщенный. Мне кажется, это что-то такое магазинское, такое более прозрачное. Уже более резкий вкус, запах. Вот так же греет. Оно более подкачье. Более горький, да. Более горький. Не меньше понравился. Давайте третье попробуем. Просто так или с соком? Это уже что-то закусывать нужно. Да, уже хочется закусить. Так, давайте следующую паху. Поехали дальше. Ой, сладенько пахнет. Я даже не поняла, чем пахнет. Запах приятный. Давай пробовать. И вкус отличается от прежних двух. Он более сладкий. Что-то непонятно. И раскрывается такое послевкусие интересное. Для меня непонятно. Мне кажется, более насыщенный, более, так скажем, выдержанный. Не знаю, для меня непонятно было. Может, ты просто попробовала, Мау? Ну, уже начинает смешиваться, конечно бы, да. Это, наверное, было через какой-то промежуток нам предлагать. Вот, на мой взгляд, самый вкусный, то, что мне больше всего понравилось, это третий вариант. Мне кажется, он самый дорогой. Я бы такой приобрела. На мой взгляд, первый вариант был самый натуральный, качественный. И я бы за него отдала приличную сумму денег. Так, ну что, раскрываю карты. Это виски вот из этой вот бочечки. Это натуральный виски. Да, это то, что я делала на прошлые новогодние каникулы. Это недорогой виски из магазина. И это спирт-ректификат с ароматической эссенцией с вискарной. Хороший ты вариант. Да, но он по вкусу и по аромату совершенно отличается от приличной. Он отличается от его. И вот он манит свинь вот этим сладким привкусом. Да, на самом деле он самый сладкий. Значит, мне не особо манят сладкие напитки. Спасибо за такой опыт. Да, ну первый вариант мне тоже понравился. Но вот меня вот эта сластинка зацепила, поэтому выбрала. Спасибо вам. Спасибо вам за минутку красоты. Да. Ну что, наши неофиты русской дымки, представься. Меня зовут Иван. Смотри, задача такая. У нас есть три образца напитка, каждый из которых где-то претендует на то, чтобы быть виски. Я тебе предлагаю попробовать каждый на запах, на вкус, рассказать свои впечатления. Да, и примерную стоимость, во что бы ты оценил бутылку такого напитка. Сначала на запах. Мудро. Это больше на шоколадный похож. Это с ванильной, да или нет? Не знаю, пока. Пока расскажи о своих впечатлениях. Ну, по аромату очень приятно все. Пахнет. Нету никаких лишних посторонних запахов. Вот сейчас попробуем на вкус. Довольно-таки неплохо. Есть привкус такой, немного ванильный. Вот это, как говорил, шоколадом пахнет. Но на вкус его там нет, конечно. Хороший аромат. Чувствуется рука профессионала. Это ваши презентации. Погоди, додегустируй до конца, я потом открою карты. Совсем легкий вкус и очень приятный аромат. Ну, и что бы ты выбрал? Ну, я бы вот предпочел первый вариант. Ну, очень легкий. Ага, легко пьется? Да, легко. То есть, если даже его со льдом пить, то можно как бы чистую пить. А если без льда нет, то нельзя? Ну, и без льда тоже хорошо будет. Ну, и в каких-нибудь денежных единицах, во сколько бы ты оценил бутылку у каждого напитка? Так, этот напиток я бы оценил дороже. То есть, очень хороший, качественный и приятный на вкус. Так, ну что, вскрываем карты. Это спирт-ректификат с вискарной эссенцией. Из бутылочки, ну, то есть, обычный сахарный ректификат максимальной крепости, приготовленный вот с этой бутылочкой. Это недорогой виски из магазина. И это виски вот из этой вот бочечки. Вот, где-то с прошлых новогодних каникул он там живет. Ну, все-таки, почти не этому отдал бы. Ну, что, друзья, вот такие интересные отзывы у нас получились. Такая забавная дегустация. Мнения разошлись. Но, что хочу отметить. Вот этот вот экземпляр магазинский, по-моему, набрал наименьшее количество положительных отзывов. Хотя, лично мне он кажется, ну, вполне себе достойным. Я отбирал его по отзывам покупателей, начитался отзывов. Но это реально недорогой виски. В сети красное и белое. Он стоит между 300 и 400 рублями. Но отзывы очень хорошие. Это, вот, я уже сказал, это у меня из бочечки вышло. Очень меня удивили результаты по эссенциям. То есть, людям реально нравится данное произведение. Кулинарного творчества. Ну и смотрите. У всех расходятся вкусы. У всех расходятся показания. И каждый может найти для себя что-то свое. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Вы были на канале Русская Дымка. Цените натуральное. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...